Здесь у нас очень красиво. Здесь у нас леденос. В рио губернатора приехал в детский лагерь «Океан». Он находится в пригороде Хабаровска. Со смотровой площадки открывается красивый вид на Амур. Однако Михаилу Дегтярёву рассказали, что купание здесь для отдыхающих уже много лет запрещено. Нам нужно делать пляж. Пляж – это нужно с такой затратой. У меня же там ни охраны нету, ничего. А потом ещё говорят о использовании экватории воды. И чего-то мы должны платить. И поэтому мы не ходим купаться. Это очень грустно. Михаил Дегтярёв пообещал заняться этим вопросом. Можно сделать что-то наподобие открытого бассейна на Амуре. Что касается имеющихся объектов, то везде установлены приборы для обеззараживания воздуха. Персонал прошёл тестирование на отсутствие коронавируса. Есть изолированные помещения на случай возникновения вспышки заболеваемости. Риски при случаях, когда дети остаются без присмотра. Родители, понятно, работают. Дети дома, гуляют. И риски, когда дети находятся под присмотром, с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора, как, например, в этом лагере «Океан», они разные. В обычное время лагерь «Океан» принимает 290 человек за смену. В этот раз заполняемость будет уменьшена в половину. Вожатые уже ждут не дождутся выходных, когда приедут дети. Дарья Чекирова рассказала в Рио губернатора, что, мечтая стать режиссёром, первые профессиональные шаги попробует сделать здесь. Фильм будете делать? Спектакли. Спектакли? Спектакли. А у деда, говоришь, сейчас гаджеты у всех практически. Ну ничего, мы отучим. Среди вожатых не только девушки, но и парни. У некоторых есть постоянная работа, а кто-то даже увольняется, чтобы устроиться на лето в лагерь. Так поступил Виктор Сухарийский. Он ещё недавно работал мерчендайзером. В улице Преосколье, заморозка, могу рассказать всё про неё. А сколько вам лет? 26. 27. Ну я вначале тоже своего пути работал агентом на радио, продавал рекламу. В Хабаровском крае будут работать 9 загородных лагерей, 3 из которых в окрестностях краевого центра. Отдохнут в них 1300 школьников. Многие покупали путёвки ещё в январе. Из-за коронавируса детские лагеря в этом году не открылись, и как следствие потеряли очень много денег. К примеру, этот лагерь «Океан» недозаработал более 3 миллионов рублей. В Рио губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ближайшее время сказал, что правительство разработает специальные меры поддержки для этих учреждений. Антон Примачёв, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.